Обманная погода 11 января Дождик мелкий Но это ненадолго Скоро все изменится Скоро все изменится Буквально к завтрашнему дню Завтра Будет температура резко понижаться А послезавтра днем будет минус 15 Интересное наблюдение Опять грязь Лесенская Особенно Ладно вот эта дорога Она как бы грунтовая западная Она камнями Когда-то набитая А вот где глиняные дороги Это просто не позавидуешь Там где люди живут Там вообще подъезда никакого толком нет Я хотел бы вам друзья сказать еще раз По поводу Как сказать Озона Балберис У этих сетевых магазинов Не потому что Я сейчас прям жажду рекламировать Прямо озон Выпячиваю Я там значит Харчуюсь И мне от этого прибыль Не совсем По другим причинам Именно потому что Вот эти вот Магазины Дистанционная доставка Вот эта Они стали занимать В нашей семье Достаточно большое количество покупок Даже пищевых продуктов Понимаете Понятно что Обычно это молоко Что-то Мясо Мы берем в магазине Но Много продуктов Сейчас вот И много вещей Приходится на озон Вот я сейчас еду в город Да У меня стоит задача Купить патрон Керамический Для лампочки Помните Как раньше было В школах Такие Блюдца На две лампочки Или на одну Металлические Такие блюдца Такие С двух Ну с двух металлов Там пластина И обод И стояли Мощные Керамические патроны Это было сделано Раньше просто Потому что Раньше делали хорошо А сейчас Вот эта вот Термостойкая Пластмасса Всякая ерунда А у меня Предстоит задача То есть В самые кризисные Дни курятника Когда температура Сейчас понизится До минус 15 Дать им Хоть какое-то тепло И у меня Есть две прекрасные Керамические лампочки Которые я купил На озоне Одна 200 ватт Другая 100 ватт То есть Я трачу Мало энергии Для двух Курятников Один стеклянный У нас Второй Обычный Чем Сейчас Подцеплять Какой-то Обогревательный Элемент Скажем Там Обогреватель Смысл В чем Самое главное Я вот сейчас Еду в город Не только По этой причине Но Дело в том Что мне Нужно купить Такой патрон А его продажи Я не находил В Йейске Ну как мне быть Если я куплю Пластмассовый Патрон То это лампочка В 200 ватт Его просто Расплавят Понимаете Вот в чем Сущность Поганая Поэтому Нужно мне Найти патрон Но я точно знаю Что я найду Его на озоне И когда Лена Дьякова Написала По поводу того Что сравните Цены На Яндекс Маркет Намного ниже Чем это Это совершенно Неправда Я Всегда Когда Хотел покупать Какую-то весомую вещь Я сравнивал Абсолютно На всех поставщиках В том числе И на Яндекс Маркете Очень часто Бывало Совпадало Но По разному Бывает Бывает Дешевле Даже на озоне Но в большей степени Меня останавливало Только то Когда цены Одинаковые Яндекс Маркет И Озон Это то Что На озоне Гарантийный случай Существует На Яндекс Маркете Они отправляют Вообще Другими компаниями Я один раз Получал Прибор какой-то Через Ситилинк Через Выдачу И когда я спросил А как же гарантия Они говорят Ну это не к нам Это вы с ними Договариваетесь Куда вы будете Отдавать То есть Прямым текстом Было сказано То есть В случае Неисправности прибора Как я верну Яндекс Маркет Вот допустим Я покупал Обогреватель От воды На 80 литров Да он приехал Яндекс Маркет Привез И что Вот он у нас Полетела Одна тена Если бы это было Какое-то Что я мог бы Претензию предъявить А сейчас кому Да там есть Гарантийный талон А как я буду Отдавать Этот бойлер Там Отвезите его В есть Такой-то Приемный пункт Напишите Претензию Что вы Что Я уже Играл в таких Дурачков Один хрен Они скажут Это неправильная Эксплуатация Или что-то еще Понимаете Поэтому в этом отношении Озон Выше всех Дождь пошел Еще сильнее Погода Погода Говно Честное Стоит Дождь Разошелся Не на шутку Как бы Туманность Такая На трассе Наступил момент Замены масла Заехал Этот дождь Вот я город Поэтому ехал Что нужно Заменить масло В моей машине Так что Буду ждать Откачку масла А я посмотрю Что у меня тут Вечно бренчит На запаску Не похоже Непонятно То ли амортизаторы У меня бренчат Так Их пора менять Скорее всего Ну что-то бренчит Ды-ды-ды-ды Хорошо делают масло Что откачивают Еще Это очень здорово Такие Така Ды-ды-ды-ды-ды-do Роман На запаску Замена Если это будет Замена Да То ли Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-day после замены масла мне надо так вот электротовары но я не уверен что здесь такие патроны есть но посмотрю я купила такие приспособны с керамическими ну тут пластмасс к вот это керамический но честно говоря говно конечно вспомните наши советские керамические патроны вот там были патроны на совесть прям лаковая керамика как на изоляторах а это фуфел конечно получается что лампочки на изоляторах лампочки нагревательные инфракрасные как бы выпуская даже до 200 ватт а патроны к ним как бы считается необязательным атрибутом а во что их вкручивать как только не в советские керамические патроны просто не выдерживать все эти нагревы второй магазин такой существенный хороший иногда покупая здесь терра называется техно терра но к сожалению здесь тоже нету патронов таких крепеньких вот опять же вопрос об озоне надо будет смотреть эти патроны я думаю что их просто в иск не привозят так как за ненадобность плохо будет если этот дождь перейдет вот в тот холод минус 15 это тогда все улицы будут просто ледяные здесь нет снегоуборочной техники как таковой как другие города где зима побывал сейчас в электромагазине вот юг энергия постоянно тут покупаю но патронов таких нема будем искать на зоне разумеется затем но шнур прорезиненный именно кабель как удлинитель я все же купил 17 метров там было довольно дорогостоящее но он не боится ни дождя не наступить на него такой нормальный кабелек морозов не боится ну что ж поездка в город зала очень удачной я заменил масло теперь у меня впереди 10 тысяч пробега я забрал там кое-что озоновская купил там кое-что магните из продуктов ну конечно эти поездки город надо реже совершать разумеется так как они несут себе растраты по бензину а бензин нынче сами понимаете мы эту тему с вами говорили как говорится это не подконтрольная народу цены на бензин так в общем то все но сегодня моя музыкальную школу пойдет ксюха поэтому я машину не загоняя вечером темно так заберу и и все буду делать удлинитель для курятника такие пироги взять электрическая сборка будет дождик мешается так вот у меня есть такая штука новая к этому проводу сейчас который я купил вот ну и буду сейчас ремонтировать делать удлинитель что готовы удлинители они хуже у них нет таких проводов зимних и плюс ко всему они дороже я просто поражаюсь вот в этой розетке винты сделаны под треугольные отвертку зачем что это военные технологии кто собирается украсть что-то внутри розетки ценное это вообще какой-то идиот сюда их прикручивал трехгранные винты метод даже такой головки нету вот я думаю кому голову пришло использовать трехгранные винты не понимаю короче этот удлинитель прям преподнес сюрпризы друзья мало того что винты тут трехгран и тут еще вот сам зажимной элемент он просто отсутствовал то есть резьбы не было пришлось заплющить под прессом специальную там латунную такую штучку где винт должен вкручиваться и зажать провод но провод я одел специальные контакты на него я тут засомневался своих контактах потому что у меня нержавейка контакты тут такую таблицу нашел нержавейка хромистые стали и хром никелевые стали тоже нержавейка она существует разные да и в сочетании с медью или даже с латунью у них все прекрасно то есть стоят галочки это можно а это нельзя красные зоны то есть вот такая есть волшебная таблица которая показывает что можно что нельзя отлично спустя час времени удлинитель готов я бы сделал вы конечно много быстрее если бы не брак розетки и так друзья после всех этих починок я пойду сейчас на разведку как нам тут сделать как нам быть потому что предстоят холодные дни вот куры все у меня здесь вот есть такие инфракрасные лампы их надо будет поднимать здесь провод протаскивать ветер какой был все равно повалил он был ветер и рамы рухнули хотя были наклонены все вот так все разбито ладно вчера я здесь складывал дрова вот столько дров видите пилить их бессмысленно дорогая из них никакие их только спалить но видите сегодня сырая погода вчера она была более менее нормальная а сегодня сырая так в такую свою погоду копы ковыряться ну в общем фронт работ я понял значит мне надо сейчас взять ножик продырявить отверстие протащить новый удлинитель сюда и до туда и сюда вот такие вот лампы но лампа будет все и другие керамические это старого образца это свет дают а те свет не дают и более менее надежно так на всякий случай вот лампа нового поколения это лампа 200 ватт она не не светится она нагреет даже меньше чем коврик так значит сейчас мы распутаем удлинитель наш собранный так это у нас пойдет сюда вот так вот выходить оттуда ну как тут все сложно запутано до напутали ладно сейчас разберемся все оказалось не так просто здесь погнулись вот эти штифты друзья это который называется заземление полевые штифты заземление они уже отсырели давно и давно уже не работают а только мешает работе электрооборудования вот так где у нас эта штука она сюда но она не работает почему почему она не работает это мы выясним сначала нам нужно вставить вот эту штуку вот это у нас не работает удлинитель это розетка нас не работает выясним так ну а здесь другая байда здесь нужно сделать так чтобы здесь работала розетка внутри так еще пройдем это наша летняя пока резиденция вот так вот это летняя резиденция деда мороза так все ясно здесь нам все ясно с летней резиденции деда мороза все ясно нельзя друзья я все понял я конечно же все понял у у нас она не должна работать это же не подсоединено сейчас я сделаю интернет розеточку все чин по чину и тогда будет все работать друзья это я виноватся недомыслил друзья я должен убедиться что у меня отключена розетка так она мне вот здесь навигатор но у меня назван насос но это неправда уже вот она отключена все спокойным сердцем мы выходим туда сейчас мы здесь соединим она здесь ничего не страшно так здесь все изоизолировано так даже надо было не здесь друзья а вот здесь вот так все тут будет вообще идеально так друзья 100 ваттную врубил сюда вот такие я искал патроны вот такие керамические изоляторы советского времени и так друзья момент истины но так чтоб не пылилась мы сделаем здесь куку куры много пыли замкнутым себя момент истины значит включаем так вроде бы пошло тепло да она стала тепленькая я этот отключу вот так чтобы провода здесь рядом не было все оно пошло тепло друзья вот именно так я буду управлять теплом в курятники это патрон на 200 ватт там стоит на 100 на 100 как бы маловато конечно но все же все там тут 200 и там 100 сейчас проверим там как там греется пошли пошли кожи тут выстроились новое нововведение нанотехнологии не видели поэтому такие все при параде что говорит что говорит неужели подвели газ вселение сибирский нет электросети подвели ну-ка все все работает а чтобы это не болтался сейчас приду сюда шуруповертом и притяну шурупчик на парочку посажу отключаем друзья вот так и берем чик все я чувайс для курей вы меня понимаете да так я сейчас еще от ветки до конца до кида это все надо будет уничтожить на был бы у нас этот трендинг который ест ну все равно он такие не съест мелкие до сыр и а сухие уже нет вот так все все последнее что я сейчас сделал это шуруповертом закручу шурупы на розетку но все друзья все пожалуй на сегодня так вот заеду когда ксюха пойдет музыкальной школы потом отвезу и ладно сейчас еще покажу банку сливок которую купил на зоне вот друзья сливки сгущенный рогачев сливки с сахаром сгущенная такая баночка это намного лучше чем сгущенное молоко для кофе для кофемашины